Мы начинаем уникальное событие. В Тюмени такого еще не было. Люди всегда тянутся к прекрасному. И открытие первого Тюменского фестиваля садов Астрогарден тому яркое подтверждение. Поздравить питомник Ахмичет, передовых ландшафтных дизайнеров Тюмени, мастеров ландшафтного дизайна, а также всех, кто так или иначе помогал осуществлять этот проект, приехало много неравнодушных людей. Высоко оценил как идею проекта, так и ее воплощение временно исполняющие полномочия главы города. Это яркое событие в области ландшафтного дизайна не состоялось бы без идейного вдохновителя фестиваля, его доброго ангела-хранителя Маргариты Ахмичет. Я думаю, что фестиваль, который Астрогарден, который мы задумали, он перерастет в городской фестиваль на самой лучшей, в самом лучшем парке, в самом лучшем месте, где будет много людей, где весь город увидит замечательные, прекрасные сады, эти сады останутся дальше в городе. Это мечта каждого архитектора, каждого дизайнера, кто создает. Три, два, один, режем! Есть! Фестивальная территория не случайно начинается с тактильного сада для детей. К юным посетителям у организаторов мероприятия особое отношение. Модульно-сенсорный сад стал местом притяжения для всех босоногих посетителей фестиваля. Богиня Артемида Лига Десма, символ первого Тюменского фестиваля садов Астрогарден, расположена на возвышении. Покровительница природы в авторском исполнении скульптора Виктории Чичинадзе с легкой руки Маргариты Ахмичет названа магнитом притяжения. Со своей точки обзора новоявленному символу фестиваля было довольно отрадно наблюдать за нескончаемым потоком людей, желающих посмотреть на сады фестиваля и окунуться в атмосферу прекрасного. Первым посетителем, кому авторы садов раскрыли идеи своих проектов, стал временно исполняющий полномочия главы города. Состоялся живой диалог, в процессе которого проявился интерес, искренний отклик и наметились перспективы. Запрос есть со стороны администрации, запрос есть со стороны жителей по созданию комфортной городской среды. Слава Богу, есть предложения от тех, кто занимается этим профессионально, вместе делать то, что радует глаз, то, что радует душу. Я думаю, что будущее у этого проекта должно быть. Фестиваль имеет свой формат, основанный не на конкурсе, а на самовыражении. Здесь нет победителей и проигравших. Вложить талант и, главное, душу в свое творение, затронув сердца людей. Что может быть выше этой задачи? Фестиваль у Афрагарда! Ура! Питомник Ахмечет стал местом притяжения для талантливых и амбициозных ландшафтных дизайнеров. Подарил им ощущение драйва и ни с чем не сравнимое состояние, возникающее только в процессе творческого вдохновения. Есть люди, которые работают, живут с радостью, с любовью и творят, и тогда они звезды. Но высший пилотаж, когда конкретно человек зажигает эти звезды. И вот в моих глазах таким человеком я вижу Маргариту Валерьевну. Тюмень глазами именитых дизайнеров. Еще одна идея организаторов с громким названием «Сад звезды». В этом году ее реализовали Людмила Белых и Игорь Федоров. Известные ландшафтные дизайнеры в своем саду воплотили образ нефтегазовой столицы России и передали эстафету Диане Сабировой, победителю многочисленных ландшафтных конкурсов. В следующем году на территории строящегося Ива-парка появится еще один сад звезды со своим прочтением тюменской темы. Эксперт выставки садов и творческий консультант Людмила Белых. Известная своими авторскими цветниками и тонкой работой с цветом и растениями. Получить похвалу и дельный совет от победителя выставок и члена жюри ландшафтных конкурсов автора многочисленных публикаций дорогого стоит. Не пропустите уникальную возможность посетить проектный семинар Людмилы Белых для профессиональных ландшафтных дизайнеров, который состоится 18 июля. Программа первого дня фестиваля изобиловала мероприятиями и для больших, и для маленьких. Знакомство с ленд-ардом, постижение азов-топиарной стрижки, пленэр художников, картины из шерсти, различные лекции. И это только начало. Следите за программой фестиваля, который продлится до 22 июля.